Это вечерние новости на RTN в студии Артем Андросов. О главных событиях к этому часу расскажем прямо сейчас. Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты страны Ники Хейли обратилась в секретную службу США с просьбой о предоставлении защиты. Об этом сообщила она The Wall Street Journal. Угроз было много, но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать, сказала кандидат в президенты США. По информации Wall Street Journal, за последнее время Ники Хейли сталкивалась как минимум с одним случаем сваттинга. Это ложное сообщение об угрозе преступления или о совершаемом преступлении для привлечения внимания экстренных служб или правоохранительных органов. Газета обращает внимание, что выступления госпожи Хейли нередко посещают люди, недовольные ее поддержкой Украины и Израиля. Секретная служба США отвечает за защиту первых лиц государства. Как отмечает Bloomberg, это распространяется и на кандидатов в президенты. Соответствующее решение принимает министр внутренней безопасности после консультации с комитетом Конгресса, куда входят спикер и лидер меньшинства Палаты представителей. Лидеры большинства и меньшинства в Сенате, а также еще один законодатель, избранный парламентариями. Чтобы получить такую защиту, кандидат в президенты должен соответствовать нескольким критериям, учитывается, что кандидат публично заявил о выдвижении, предоставил соответствующие документы и законодательство позволяет ему баллотироваться. Кандидат проводит активную агитацию на общенациональном уровне для избрания на заявленную должность. У него также есть предвыборный штаб. Секретная служба подтверждает факт поступления угроз в адрес кандидата, под которыми понимаются явные угрозы причинения телесных повреждений кандидату или признаки ненадлежащего поведения по отношению к нему, предполагающие возможность таких повреждений. При этом результаты опросов относительно популярности кандидата не имеют значения, равно как и то, выдвинут ли он фактически крупной партии. Защита предоставляется и независимым кандидатам без учета результатов опросов избирателей. Выборы президента в США пройдут в ноябре 2024 года. Хейли претендует на выдвижение от республиканской партии. Ее соперник – экс-президент страны Дональд Трамп. Против последнего в США возбуждено четыре уголовных дела. Ему уже запретили участвовать в праймрис в нескольких штатах. В Палате представителей Конгресса США был представлен законопроект, предусматривающий выделение 17 миллиардов 600 миллионов долларов в качестве новой военной помощи Израилю. По данным Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, сумма 17 с лишним миллиардов долларов включает средства на пополнение израильских систем противоракетной обороны, закупку дополнительных передовых систем вооружений, производство артиллерии и других боеприпасов. Часть средств также будет использована для пополнения запасов американского оружия, поставленного Израилю после нападения Хамас на Израиль 7 октября. Спикер Майк Джонсон сообщил в письме, что предложенный комиссией по ассигнованиям законопроект может быть вынесен на голосование Палаты в полном составе уже на следующей неделе. Необходимость поддержки нашего ближайшего союзника и наших собственных сил в регионе как никогда актуально, говорится в письме Джонсона к коллегам. Контролируемый демократами Сенат с рекомендацией не согласился и, как ожидается, представит свой законодательный пакет, в который войдет военная помощь не только Израилю, но и Украине. Ожидается, что этот же законопроект Сената будет содержать предложение по укреплению безопасности на границе США с Мексикой. Сенат также планирует включить в свой законопроект помощь Тайваню. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер предпринял шаги, чтобы начать обсуждение этого многостороннего законопроекта на следующей неделе, а первое процедурное голосование должно состояться не позднее среды. Пока не ясно, будут ли крайне правые члены Палаты представителей возражать против финансирования Израиля без экономии этой же суммы в других статьях бюджета. Республиканцы настаивают на том, чтобы любая новая помощь Украине сопровождалась новыми жесткими мерами пограничного контроля в попытке остановить поток рекордного количества мигрантов в США. Хотя Сенат планирует именно это и сделать, Джонсон уже заявил, что пакет предлагаемых Сенатом мер по охране границ недостаточен. Прежде чем будет оказана новая военная помощь Израилю или Украине, Палата представителей и Сенат должны принять один законопроект и затем отправить его на подпись президенту Джо Байдену. Власти Орегона объявили в крупнейшем городе штата Портленде чрезвычайное положение сроком на три месяца из-за эпидемии фентаниловой наркомании, стало известно из заявления, опубликованного на сайте губернатора. Для борьбы с эпидемией наркотической зависимости, передозировками с летальным исходом и широким распространением фентанила в штате сформирована оперативная группа по Портленду, одной из инициатив которой стало введение чрезвычайного положения. Наша страна и наш штат никогда не видели наркотик столь смертоносный и вызывающий привыкание. И все пытаются решить, как на это реагировать, отметила Тина Котек в своем заявлении. Чрезвычайное положение позволит устранить бюрократические барьеры для быстрого и эффективного перераспределения имеющихся финансовых и человеческих ресурсов. Для борьбы с фентаниловой эпидемией будут привлечены полицейские и медицинские ресурсы штата, округа и города. Стоит напомнить, что в 2020 году в Орегоне были декриминализированы некоторые тяжелые наркотики, в частности, сильно действующий опиоид фентанил, после чего количество смертей от передозировки наркотиками в штате выросло за три года почти в два раза. Проблема передозировок и опиоидной наркомании является одной из центральных для штатов северо-западного побережья США, в частности, Орегона и Вашингтона. Губернатор последнего Джей Инсли в декабре объявил о запросе более 50 миллионов долларов из бюджета штата для борьбы и предупреждения опиоидной эпидемии. Что касается Портланда, то за 2023 год пожарная служба города около 7 тысяч раз выезжала на вызовы, связанные с передозировками, причем треть из них приходилась на деловой район города. По информации местного телеканала KJW, в 2022 году в округе, где расположен Орегон, от фентаниловых передозировок умерли 209 человек, а это в пять раз больше, чем в 2018 году. По словам мэра Портланда Теда Уиллера, количество случаев передозировки фентанила выросло на 588% в период с 2019 по 2021 год. Он сказал, что добрые намерения о декриминализации были подавлены плохой реализацией постановлений. Постановление должно было использовать доходы от налога на каннабис для оплаты центров лечения наркомании, и теперь оппоненты признают, что все получилось не так, как предполагалось. По данным Американского управления по борьбе с наркотиками, большая часть нелегального фентанила, попадающего на территорию Соединенных Штатов, ввозится из Мексики, а химические компоненты для него производители получают из Китая. Именно за счет нелегального фентанила число умерших от передозировки наркотиков в Америке за последние 10 лет более чем удвоилось, так считают ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучившие динамику смертности от причин, связанных с наркотическими веществами. Их анализ был основан на данных о передозировках, собранных за 2010 и 2021 годы Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Офис Национальной Метеорологической Службы Лос-Анджелеса предупредил, что все системы готовы к одному из самых драматичных погодных дней за последнее время. По данным Метеослужбы, самый сильный шторм в эти дни приходит в Калифорнию. Из-за того, что ураган пришел со стороны Гавайев, его назвали «Ананасовый экспресс». Шторм накрыл Лос-Анджелес во время церемонии вручения премии Грэмми музыкальной индустрии. Губернатор Калифорнии Гевен Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд, Сан-Бернандино, Сан-Диего, Санта-Барбара и Вентура. «Калифорния готова. У нас есть рекордное количество экстренных средств на местах, чтобы отреагировать на последствия этого шторма», — сказал он. По данным портала Power Outage, к вечеру понедельника около 900 тысяч человек по всему штату остались без электричества. Официальные лица объявили предупреждение об ураганном ветре вдоль побережья, поскольку он повалил деревья, линии электропередачи, по пути оставил затопленные сильным дождем участки. Национальная метеорологическая служба предупредила, что порывы ветра могут достигать 148 км в час от полуострова Монтерей до северной части округа Сан-Луис-Абиспо. Предупреждения о внезапных наводнениях были оглашены для некоторых районов округов Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Сан-Луис-Абиспо. При этом синоптики ожидают почти непрерывные дожди в течение 48 часов. Людей пришлось спасать из автомобиля, застрявшего в паводковых водах, в Сан-Хосе и из лагеря бездомных на берегу поднимающейся реки. В районе залива Сан-Франциско скорость ветра в некоторых районах достигала 96 км в час, а в горах порывы превышали 128 км в час. По данным сайта отслеживания FlightAware, ветры вызвали многочасовые задержки в международном аэропорту Сан-Франциско, где 4 февраля были задержаны или отменены сотни рейсов. Школы в округе Санта-Барбара были закрыты 5 февраля. Предупреждения об эвакуации из-за возможных оползней действовали в горных районах и каньонах округов Монтерей, Санта-Барбара, Вентура и Лос-Анджелес, которые ранее пострадали от лесных пожаров. Сейчас на RTN небольшой перерыв, уходим на рекламу, после которой вернемся и продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин